МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете, что я заметил? Комментарии под каждым моим выходящим выпуском сначала начинаются с Елея, где еще до просмотра зрители призывают подписываться на канал, ставить лайки и призывают в качестве вознаграждения активнее участвовать в донате. Кстати, спасибо, кто это делает и обращает внимание на банковские реквизиты под выпуском. Вторая категория не торопится писать комментарии. Сначала смотрят выпуск, а затем хвалят, благодарят или на какие-то недостатки указывают. Так происходит обычно в ближайшие 2-3 дня после выхода. Затем, спустя пару-тройку дней, выходят... Кто бы вы думали? Правильно. Они. Те самые... Ну, вы поняли, о ком я говорю. Не будем вспоминать и называть их. Выходят с матами, оскорблениями, такими какими-то туповатыми и пустыми вопросами, из чего следует понимать, что выпуск они вовсе не смотрели. Возможно, они ждут, когда пройдет весь этот елей, чтобы последними комментариями грязными были их комментарии. Ведь когда грязь льется один за другим, то это уже куча. А куча эффектнее смотрится, чем маленькая дефекация от моськи. Но есть у меня и другая версия, что отара овец всегда медленнее двигается, чем львиный прайд. Вот, к примеру, все уже вы собрались у экрана сейчас, а я слышу, что это самое стадо где-то вот потихонечку двигается. Надо заглянуть в окно. Думаю, через пару-тройку дней они уже дойдут и опишут гадости под этим самым выпуском. Если не верите, заходите на этот выпуск через несколько дней и посмотрите, что последние комментарии будут от этих самых, которых вы сейчас видели, шедшими за окном. Итак, перед тем, как начать, хочу порекомендовать вам канал моего приятеля Александра Сафариана. Он из Краснодара, но теперь живет в Лос-Анджелесе и начинает первые шаги в блогерстве. Снимает интересные и познавательные сюжеты. Подписывайтесь на его канал, не пожалеете. Сейчас Александр и его супруга проводят время в карантине. К сожалению, у них обнаружен коронавирус, тот самый злополучный COVID-19. Мы пожелаем им здоровья и чтобы он довольно-таки скоро вместе со своей супругой встал в ряды и продолжил свою работу над своим каналом. И радовал бы всех нас. Но вернемся к нашим, как говорится, тем самым. Вы поняли. Итак, начнем. Недавно узнал, что многих алиевских, антиармянских зомби интересуют ответы на пять поставленных вопросов. Как говорят кибер-офицеры армии Ильхама и Мехребан Ханом, армяне не могут ответить на эти самые пять вопросов. Хотя я насчитал от этого человека больше. Ну, неважно. Сейчас я их вам зачитаю, эти самые пять вопросов. Куда делись зоки? Почему, когда в мире происходят грязные делишки, всегда замешаны армяне? Предательство Спартака, киликийские пираты, первый перебежчик спецслужб советских, первый теракт на территории Советского Союза 1977 года, первый маньяк Советского Союза? Почему упразднился албанский католикосад? Почему с одной стороны высокая культура, а с другой стороны эти самые элементы? Как видите, вопросов довольно-таки много, их не пять. Но я постараюсь ответить на них и буду краток, так как половина из них из разряда «дитя в песочнице», как я люблю говорить. А меня не нюсрят мяалим кормит, чтобы убивать время в суе? Что ж, куда девались зоки? Начну издалека. Лет так пятнадцать назад у известного сатирика Михаила Михайловича Жванецкого угнали машину. Громкое было дело, так как хозяин – публичный человек. Прошло немного времени, Жванецкому в Кремле вручают орден за заслуги перед Отечеством. И один кадр привлек мое внимание, где Путин что-то шепчет Жванецкому. Прошло еще какое-то время, я делаю интервью с Михаилом Михайловичем Жванецким, спрашиваю у него, а что вам Путин такого нашептал, что вы долго оставались согнутым и неподвижным? На что Жванецкий мне ответил с присущим ему юмором. А, да, было такое. Я ж приехал в Кремль-то за орденом. Сам Путин будет вручать. Думаю, заодно и машину спрошу. Путин же опередил меня. Вручив орден, наклонился поблагодарить его, пожать руку. В это время Путин у меня спрашивает шепотом. Ну как, машину нашли? Я как стоял раком, так и остался стоять, застывши. Говорю ему, так я у вас хотел спросить, когда найдут мою машину. Так вот, по поводу зоков отвечу вам по-жванецки. Это я у вас должен спросить, куда делись зоки. Зоки – это этнографическая группа армян со своим обособленным диалектом, порой отличным от литературного. Но таковые не только зоки, но и черкесагаи, амшенцы, донские армяне, трансильванские армяне. Так вот, в большинстве своем зоки жили в Агулисе, что в Нахичеване. В результате Московского договора 1921 года Нахичеване оказался в составе Азербайджанской ССР. И же с ним, и Агулис с зоками, и другими армянами. И зоки жили в этом крае до начала 90-х годов, покуда все армяне не покинули Нахичевань. Так где зоки? Почему их нет Нахичеване? Что там с Агулисом? Почему нынче там вместо зоков живут азербайджанцы? Вы почитайте книжки народного писателя Азербайджана Акрама Айлисли. Будет интересно. В каменных снах. Он и о зоках там пишет в Агулисе, будучи рожденным в этих местах. Но что сделали вы-то вместо того, чтобы почитать? Чтиво-то нужное, но это чтиво вам чуждо. Вместо этого вы лишили Айлисли звания народного писателя, устроили в Баку шабаш, сожгли его книги и грозили отрезать 80-летнему старику уши. Я понимаю, что членовредительство это ваш конек. Со стариками и старухами расправляетесь на раз-два, отрезав им чего-нибудь. Но тем не менее, азоки как были в малом количестве, так и есть. Живут себе он в Армении, известный художник современности Гайанеха Чатрян, например, или общественный деятель Евангель Миссарян. Приезжайте в Армению и познакомитесь с зоками. Многие из них теперь живут в Араратской долине. Кстати, немецкий востоковед Иоганн Шрёдер, побывавший в начале XVIII века в Агулисе, писал в своем грамматическом труде «Тезаурус лингвис арменика». По соседству с Ардваром находится оригинальное армянское селение, называемое Акулисами. Населено оно армянами, известными под названием Зоков. Откуда произошло это название и что оно собой обозначает, ни Зоки, ни армяне не могли дать ни объяснения, хотя и пытались пуститься в дебри филологии. Однако объяснения и для меня, и для них, казались неубедительными. Зоки живут еще в 7-8 деревнях. Не сложно понять, что под Ардваром имеется в виду нынешний Ордубад. Так что шершельный Зок у себя там. Далее понос вопросов, один из которых. Почему, когда в мире происходят грязные делишки, всегда замешаны армяне. Знаете, странно. Я думал евреи. Это происходит потому, что вы хотите видеть во всех грязных делишках именно армян. Вот поэтому даже в вашей стране, если вашей власти кто-то не угодил, то вы их считаете армянами. Например, тот же Акрама Айлисли или Лейла Юнус. Далее вы добавляете к заданному вопросу предательство Спартака, киликийские пираты, первый перебежчик советских спецслужб, первый теракт на территории Советского Союза, первый маньяк Советского Союза. Почему прознился албанский или нет? Вы сказали удинский католикаса. Почему с одной стороны высокая культура, а с другой стороны эти элементы? Это у всех так, не только у армян. Потому что народ долго живет. Ни в одном народе нет поголовно гениальных и поголовно отморозков. И богатая культура никак не связана с отдельными личностями того или иного народа. Просто вы не хотите или боитесь признать, что среди армян во многих отраслях есть первые. Например, первое государственное христианство, первый космонавт армянин из представителей Закавказья, да что Закавказья, Востока, первый шансонье 20 века или мирового уровня, или первый последний маринист, которого еще никто не переплюнул в его жанре, или первый премьер-министр Египта, например, первый институт востоковедения в Москве, институт Лазаревых, первый ученый представитель Закавказья, чье имя вписано в периодическую таблицу Менделеева Аганессон, честь Аганесяна. Первых, 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 таких первых немало. Просто раскройте шире глаза. Ваше алтайское тюркское прошлое уже давно позади. Можно шире открыть глаза. По Спартаку я вам скажу, что аллилуйя, а как же ваши пресловутые армяне только появились. Как-то не стыкуется, не так ли? Значит, армяне уже при Спартаке были. Вот вы проговорились. Полагаю, что вы прочли роман великого Рафаэлло Джованниоли, написавшего бессмертное произведение Спартак. Поздравляю! А вас не удивило, что в романе говорится о Великой Армении? А ведь это вам не Рафик Джованниан пишет, это Рафаэлло Джованниоли. И вообще не кажется ли вам странным, что об Армении и армянах упоминают в своих произведениях великие классики, а вот о вас никто не упоминает. Взять того же Проспера Мереме, Виктора Гюго, Марка Полу, Олнере де Бальзак, Антон Павлович Чехова, Пушкин в конце концов, а о вас ни хорошего, ни плохого никто не упоминает. Либо Аллах Рахмят Элясин, как говорится, либо еще не родились, чтобы Аллах Рахмят Эляди. А вечно живущие армяне на устах и у Геродота, и у Спартака, и у Страбона, и у Ильхама Алиева. Предавал ли армянин Спартака? Отвечаю, нет, так как это ваш вымысел, и нигде в литературе этого нет. Ну, чтобы в Дебри далее не выходить на такие глупости, давайте следующий вопрос его перейдем. Киликийские пираты. Я так понимаю, вы имеете ввиду второй век до нашей эры. Снова поздравляю, что прозрели и поняли, что Киликия в это время была частью Армении. И пиратством занимались как армяне, так и силийцы, селевкидовские, так и понтийские греки, метридатовские. Метридат VI, Евпатор, кстати, тесть Тиграна II Великого, царя Армении, Армении Великой. Вы просто тогда еще не родились, не помните этого. И до разгрома Помпеем действительно пиратство было. Но оно было во всех прибрежных странах. Пиратство не армяне изобрели. Разве древние азербайджанцы не пиратствовали на Каспийском море? Ну, нет, так нет. И вообще понятие пираты не имеет отношения к армянам. Оно появилось впервые во всяком случае в письменах в Одиссею и у Гомера и относилось к финикийцам. Так что увы и ах снова промах. Далее. Первый перебежчик советских спецслужб за рубеж. Снова хочу огорчить. Первым разведчиком перебежчиком является Николай Хохлов. А хохлы уж точно не армяне. Уж извините. Конечно, среди перебежчиков были и армяне в том числе. Хотя не армяне, а один армянин. Это правда. Но армяне в этом явно не первые. А учитывая гениальных советских разведчиков, коих было несколько десятков, то и отвечать на ваш вопрос глупо. Вот сами судите. В Узиа в Азербайджане такой список никогда не найдете. Яков Давтян, Рубен Катанян, Иван Агаянс, Александр Агаянс, Варлам Аванесов, Гайк Авакимян, Гурген Агаян, Герасим Баласанов, Вячеслав Гургенов, Михаил Алавернов, Азарь Нацаканов, Мариус Юзбощан, Вячеслав Геваркян, Гайк Туманян, Ливон Варданян, Заграб и Аршалуй Скасабовы, Ашот Акапян, Геворг Игуар Варданян. И это только из этого списка. Предоставьте мне нечто подобное с вашими азербайджанскими подобными талантливыми разведчиками. Я думаю, и десяток не сыщатся. А эти люди действительно вошли в историю. Еще можно перечислить агентов армян ЦРУ и Мухабарата, которые служили по ту сторону разведки в разные годы. Вам только мечтать о таком списке, поэтому вы о каком-то переписчике упоминаете. Ваш Гейдар Баба, будучи КГБшником, так и вовсе Великую Отечественную избежал. А десятки этих людей в списке армян как раз Великую Отечественную и геройствовали вместо вашего Гейдара Бабы. Далее. Первый маньяк Советского Союза. Такой вопрос вроде вы поднимали. Хочу вас огорчить. Это был не Мосгаз, а Василий Комаров с 1921 по 23 год убивший в Москве 33 человека. После него Александр Лабуткин в 30-х годах геройствовал в кавычках. После него Владимир Веничевский тоже в 30-е годы. И только потом в 60-х годах появился этот самый пресловутый Мосгаз по имени Владимир Иоаннисян. Надеюсь, на этот вопрос я вам тоже ответил и у вас снова промах. Армяне не были первыми советскими маньяками. Далее был вопрос с первой теракт на территории Советского Союза. 1977 год. Отвечаю. Вот у меня такой вопрос. Вернее, сначала констатация факта. Теракт, особенно когда его устраивают громкие и серьезные террористы разных мастей, это не мелочь по карманам тырить. Я думаю, вы со мной согласитесь, да? Так вот, по поводу теракта. У меня есть выпуск на эту тему, моё интервью, где я снимал в Италии с финансистом Асала Горигином Крикаряном. Он 20 лет отсидел в римской тюрьме. Ни в Армении, ни в СССР никогда не бывал. Ни до, ни после, ни сейчас. Вообще ни разу не был. Повторюсь, он не просто член банды, а финансист. Это серьезное лицо, довольно-таки крупное лицо. И он отрицает причастность армян к взрыву метро в Москве. А терять ему-то нечего. Он, повторюсь, 20 с лишним лет своей молодости уже отдал зоне, римской зоне. Ему было бы по фене туфту толкать. Не будет он этого делать. И это вообще не свойственно военизированным группировкам. они привыкли брать ответственность на себя, если это их рук дело. Вот, например, сеньор Крикорян сказал, что за эту антиармянскую советскую провокацию по поводу метро их группировка взорвала самолет аэрофлота в опровержении вменяемых им инкриминаций за взрыв в московском метро. Причем самолет взорвался так, чтобы не было жертв. Он находился в отстойнике без экипажа и пассажиров ночью в аэропорту Рима. Утром должен был вылететь в Москву. Впрочем, что я там рассказываю? Посмотрите небольшой кусок и далее после этого выпуска если захотите посмотрите и цельный кусок. Полное интервью вы сможете посмотреть в любое время, хоть после меня сейчас, хоть отложите и потом досмотрите. Выпуск этот называется «Осала рассекречена». И заключительный вопрос, на который, надеюсь, вы прольете свет. В 1977 году в московском метро был совершен теракт. Действительно ли это совершили армяне? Смешно, если бы не было так грустно. Мы знаем точно, что никто из армян не был причастен к этому теракту. знали об этом изначально. Мы привыкли брать ответственность на себя, если кто-то из наших ребят совершал теракт. Мне нечего терять. Прошло много лет. Я свои 20 лет честно отсидел. И теперь могу сказать, что никто из понесших наказание армян ничего подобного не совершал в московском метро. Власти СССР дали КГБ небольшое время на поимку преступников. Им ничего не оставалось делать, как поиметь хоть кого-то. Искали виновных среди буржуазных наций. Сначала хотели свалить вину на сионистов. Тем более в эти годы у СССР и Израиля были разорваны дипотношения. Но в последний момент передумали, чтобы не возобновлять и без того замороженный конфликт с еврейским государством и его сателлитами на западе. Решили пойти от обратного. Звалить вину на армян, априори зная, что у армян нет крыши и за рубежом действуют армянские группировки вроде нас, выступающие за независимость Армении. В знак протеста я и мои ребята из нового армянского сопротивления взорвали самолет аэрофлота в Риме. Это случилось ночью. Самолет стоял на аэродроме без пассажиров и членов экипажа. Его рейс на Москву должен был состояться утром. Так что жертв никаких не было, но о себе мы заявили. Мы сразу же взяли ответственность на себя, давая понять, что мы не из тех, кто не берет ответственность за какие-либо теракты, если причастны к ним. Но КГБ пошел своим путем. В отместку за взрыв самолета они стали вести сепаратные переговоры с палестинцами, отправили им 500 единиц автомата Калашникова, чтобы те поубивали наших ребят в Ливане. Однако палестинцы во главе с Жоржем Хабашем не пошли на эту сделку. Хотя, замечу, КГБ здорово поддерживал палестинцев в борьбе против еврейского государства и палестинцам невыгодно было ссориться с Советским Союзом. Далее, почему упразднился Удинский католикосат? Полагаю, что об этом нужно спросить Николая Первого, но его, увы, больше нет с 1855 года. Умер от коронавируса. Шучу, от воспаления легких, хотя сейчас бы сказали бы от коронавируса. Николай Первый был известным реформатором, в том числе реформатором церковных дел. Его даже называли православным государем, а церковь при его правлении полицейским православием и православным абсолютизмом. Он вникал во все дела церкви и держал ее на поводке. Особое внимание, конечно же, он уделял русской православной церкви. Все остальные были для него чуждыми, в том числе и армяно-апостольская церковь. Как вы понимаете, особенно церкви этих самых малых народов. В это время как раз и была упразднена неудинская, как вы и сказали там в эфире, а албанский католикосат. Неудинский католикосат. Такого католикосата в природе не было. Удинского. Был албанский. Из-за того, что удины были малочисленным народом империи. Албанский католикосат был внесен в лоно армянского. Откуда, в принципе, он сам и зародился много веков назад, этот самый албанский католикосат. Из-за армянского. Таково решение государя. И об этом много написано. Кстати, не только албанский католикосат, но и, к примеру, греко-католическая церковь была упразднена и раньше, чем албанская. Читаем в документах. С использованием полицейско-воинских команд часто решалась и униадская проблема. Если при Екатерине Второй предпочитали принцип добровольности, то при Николае Первом греко-католики столкнулись с бескомпромиссным принуждением к переходу в православие. Хотя не следует упрощать, ведь в 1828 году греко-униадское ведомство получило самостоятельность, а монарх благоволил к его главе. К тому же не понимаю, в чем проблема и при чем тут армяне и армянские католикоса. Из ныне здравствующих прихожан албанской церкви это Удины. Ни Армения, ни Грузия, ни Россия не являются исторической областью Удин. Хотя частично Россия является. Тем не менее, по большей части их исторической области является та территория, что нынче именуется Азербайджаном. Вы заняли их земли, назвали эти земли Азербайджаном, который нынче стал независимой страной. Так и карты вам в руки. Восстановите в Азербайджане албанский католикосат. Будет справедливо. Чего пенять-то то на армян, то на Николая батюшку. Нынче пенять нужно на Ильхама батюшку. В его руках судьба Удин. Будет у них свой католикосат или им азербайджанизироваться со временем. И последний вопрос к армянству вдогонку из солнечного Абширона, как было там озвучено. На территории Армении в древности существовало, как там было сказано, государство Сакасена, населенное Саками. Саки были тюрками. Получается, что армяне это потомки тюрок. Отвечаю. Вот такие неучи, как вы, и пудрят мозги. Сакасена государство, которое располагалось не на Армении, а на территории сегодняшнего Азербайджана с четвертого по шестой века до нашей эры. А населявшие ее Саки были ираноязычными племенами. И стыдно об этом не знать офицеру азербайджанского интернет-аскаризма мозги пудра ордусу. Как вы себя позиционируете? Тюрок в помине не было в регионе в Закавказе в этот период. Еще даже не сношались с волчицей. Кстати, на знаменитой Печестунской надписи шестого века до нашей эры изображен царь Саков Скунха. Там же в этой надписи, как известно, сказано и об арменине Арахе, сыне Халдита, и арменине Дадарсе, и в целом вообще об Армении. Итак, надеюсь, я ответил на ваши вопросы, и душа ваша спокойна. Если чего не поняли, пересмотрите. Всем спасибо за внимание, не забудьте подписываться на Антитопор, ставьте лайки, если ответами удовлетворены, и дизлайки, если не удовлетворены. Ну, а если вам, в общем, нравится, что делает Антитопор, то не откажемся от посильного вашего вклада в виде пожертвования доната. Под этим видео имеются банковские реквизиты. До встречи в эфире.